Далека Пустынна Это даль и глушь Не для слабых душ Далека дорога твоя Это даль и глушь Не для слабых душ Далека дорога твоя О поверье, поверье, великая дарь Индейские перья, английская сталь Тяжелая плата, смешная цена Тут главная шляпа была бы цена И, конечно, мне дорого где-то То, на что эта шляпа надета Вот такие дела Быстро едешь, раньше помрешь Тише едешь, вряд ли доедешь Так живи, не трусь Будь что будет, пусть А что будет, дальше поймешь Банда черного джека Ну, джек, держись! Давай, грани! Скорее! Жизнь! 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 Почему вы не стреляете, черт вас возьми? Это вы мне? Вам, вам! Мне не из чего. Вы что, сонули с наших героя без оружия? Я приехал не убивать. Тогда убьют вас. Не понимаю, как умер тебя. Чего так, такой мылок? Неужели вам не страшно? Тогда у человека есть. Цель в жизни. Смерть ему не страшна. Вас не ждали, сэр. Эй, Сэмми, ты не хочешь со мной поздороваться? Эй, я же с тобой поздоровался в прошлый раз. Гони, Энди, гони. Ну, тогда давай, попрощаемся. Мадам, не беспокойтесь. Я только посмотрю, что там. О, какая ножка! О, какая нога! Десять против одного, сэр, что вы двумя руками держитесь за Библию. Ну, для меня скорее это священное писание. Готовитесь к лучшей жизни? И вам тоже желаю. Ха-ха-ха, я не тороплюсь. И вас не тороплю. Аккуратней. Это всемирная история синематографа. По-моему, он плохо видит. Зато хорошо слышу. Признаться, грамотика не моя стихия. Но даже я могу разобрать, что многие страницы здесь пусты. Так это место для истории, сэр. Дерзните. И, быть может, ваше имя впишут в эти страницы. Они ждут своих героев. Забавные вещи вы говорите, сэр. Послушать бы вас в другой раз. Когда я отправил на тот свет свою первую дюжину, моя матушка сказала мне, Джек, если ты в чем-то и виноват, то только в том, что не встретил на своем пути. Джек. Хорошего человека. Распиши, что ты у нас взял 50 тысяч. 40, Энди. 40. Считать-то я умею. И потом ни одна строковая компания не поверит моей расписке. Это если заранее не договориться с ее президентом. Деньги все любят. Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция. Всего доброго, сэр. Как знать, может, наши дороги пересекутся. Я буду рад этому. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, друг мой. Вы не подскажете, где в вашем городе можно достать... Не подскажете. Дмитрий Мистер, вы в аптеке спросите, может, у них есть... Миссис Паркер постельный... Постельный... Да. Миссис Паркер, и не забудьте 10 капель перед стрельбой. Перед. Нет, вы меня поняли? Да пошел ты! Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать? Ну, настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина. Мистер Кинг, ваш бифштекс. Это был мой бифштекс. Вот именно ваш. Гарри, запиши за мной 10 долларов. Пожалуй, все... Гарри. 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 Ваше здоровье, Гарри. Гарри. Здоровье. Ну что, отдохнем? Поехали. 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 Попал! Что ты лезешь? Смотри. Я вас не приглашал. Привет. Свои, Пеппи, свои. Свои, Пеппи, свои. Ура! А, 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 простите. Гарри, запиши дай мне еще 4 доллара. 4 доллара! Гарри, не смеетуюсь. Иди. Милли, а я здесь стою. Теперь полежи. Ну, а! Горись! Милли 11! Хулиган! 12 долларов! Извините, бога, радиоанна! Я бы хотел с вами выпить. Я бы хотел выпить. Я занят. Отказался. Хорошай. Вот так, вот так. Лети! Это серьезно, Билли! Это 80! Вчера это стоило 50! А инфляция! Четверт! Четверт, я пас. Привет! У-у-у... У-у-у! У-у-у! У-у-у-у-у! У-у-у-у! О-у! Привет. Я обхайпил. Скорей! Какой у меня счет? 180! Доведем до Ровного! Улетай! Красавец! Извините. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Окей, ребята, хватит! Ну, пора немного прибраться. Ты слышал, парень? Финиш! Время настало! И вот они мы! Вот они мы! Ваши краски! Хватит чесать затылки! Хватит заслать бутылки! Ну-ка, подбейте ладошки! Солдаты любят самолету! А командирам за мой день! А вот за что я люблю такое! За то, что он такой один! ПЕСНЯ Ковбой, герой волшебных снов, Герой волшебных снов! Меня волнуешь ты не скрою! Ковбой, хоть пару нежных слов Найди, я пойду с тобою И в сонной тиши слова любви услышу я Только скажи, скажи Тебя я услышу Сэр, это был мой бифштекс Тебя я услышу Простите Где? Сэр! Гарри, за мной сто долларов Сожалею, Билли, кредит закрыт Я вам могу одолжить, если вы, конечно, не против Что там? Пожалуйста Ваш бифштекс, сэр Извините Артисты любят за искусство А музыканты за игру А вот это что я люблю, ковбой я Скажу ему лишь одно Ты мне нравишься, парень Билли, Джонни Ковбой ты, парень, хоть куда И сердце мне давно тревожишь Ковбой, ты смел, но вся беда Что ты двух слов связать не можешь Хоть ради меня пойди и свяжи Тебя всегда услышу я Ты только скажи 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 Тебя я услышу Скажи Я услышу Тебя я услышу Ножки повыше и полный утреп Лишь бы везы были носки Если ковбой прикажет Кто же ему окажет Хочете вы ваши крошки А то что любят за отвагу От сметаны за винов А вот это что я люблю, ковбой я А то что все есть 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 За то что все есть У него Араа Я Я ее люблю Дружище Твои дела безнадежны Сердце мисс Литтл не приступно как Форт Нокс Форт Нокс это хранилище золотого запаса нашей страны Выпей лучше. Если можно, воды. 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 Иди сюда, кнопочка моя. Воды. Никогда не пей эту гадость. Привыкнешь, и жизнь твоя не будет стоить ломаного цента. Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Билли. Светлого, большого. Что ты сказал? Светлого, большого? Да. Так ведь за этим я сюда пришел. У тебя есть белая простыня? Ты меня неправильно понял. Извините. У кого есть белая простыня? Билли! Сдается мне, твой друг хочет обидеть нас. Джентльмен. У меня есть белая простыня. У меня есть даже две белые простыни. И обе они ваши. Сдается мне, Форт Нокс выкинул белый флаг. Там в дилежансе. Моя аппаратура. Если вас не затруднит, не будете ли вы столь любезны оказать мне услугу и послать кого-нибудь просто... Ты что, оглох? А ну-ка, быстро! Ммм. Благодарю вас. Итак, прошу занимать места. Билли, Билли, Билли! Сдается мне два оскорбления в один день, это многовато. Мало того, что эту штуку повесили на стену, нас заставляют еще смотреть на нее. Джентльмен, неужели вы могли подумать, А я, мистер Ферст, к вашим услугам. Минутку. Я прошу. Я ни в коей мере не собирался оскорблять ваши чувства. Поаккуратнее. Я хочу предложить вам другое, другое зрелище. Давай, дружище. Я уже в седле. Билли, а как убавить свет? Да. Ну, с Богом. Внимание. Перед вами прибытие поезда. Похоже на ремистанцию. Не остановится. На Сан-Лазарский вокзал в Париже. Прекратите борьбу! Что вы делаете? Куда вы бежите? Друзья мои, это совсем не страшно! Это совсем не страшно, Диана, совсем не страшно. В мире не было ничего, что могло бы вызвать страх в моем сердце. Сдается мне вам, это удалось. Я не пожалею оставшегося глаза, чтобы вновь испытать это чувство. Благодарю вас. Мистер Ферст, ваше изобретение просто чудо! Парни так изрешутили стены моего заведения, тут ремонтов долларов вновь-то пахнет! Синематограф не мое изобретение. Я всего лишь верный слуга его. Разрази меня гром, если это ваша штука не прочищает мозги лучше, чем виски. Джентльмен, кто-нибудь может упрекнуть меня в том, что я не плачу за свой виски? Не может. Платил, платил! Мистер Ферст, я ваш. Держи, Гарри. Благодарю вас, что вы поверили мне. Итак, мы продолжаем. Маэстро, маэстро, что-нибудь легкое. А только надо сменить экран. Мисс Диана! Уже! Жентельмены, скажите, а поезд уже ушел? Смотри, на ступью. Вода не будет. Смотри. Нет, воды. Смотри, чё! Ха-ха-ха! 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 Ты как он кручился со своим шлангом! Ха-ха-ха! Здорово, просто здорово! Шанни Барри, что надо! Сдаются мне джентльмены, это была... ...комедия. Уверен, вы понимаете, что эти восторги хороши. Особенно, когда они обращены в звонкую монету. Я думаю, 30% будут в самый раз. Понимаю. Цифра не для делового человека. Что вы скажете о 40%? Эм... Хорошо. 50! Это уже грабеж! Мне ничего не нужно. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Когда я вижу перед собой человека, которому ничего не нужно, я понимаю, что ему нужно все! Ха-ха-ха-ха! Я у вас ошибся. Крепко не орашек. Я слушаю ваши условия, сэр. Оглянитесь. 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 Вокруг, сэр. И вы увидите мир, который несовершенен. Страну, которая заблудилась. Кровь, порок и алчность разъединяют нас. Мы дошли до предела, за которым пропасть и вечный мрак. Но... Выход есть. Да, да. Я это понял. В тот незабываемый вечер, когда попал на бульвар Капуцинов, на сеанс с Клюмьером. Синематограф. Вот. Тот мессия, который способен изменить все. Он сделает нас чище. Лучше. И вот, ради этого, я готов принести в жертву все. Даже собственную жизнь. Поэтому, вы меня извините, упоминание о деньгах кажется мне кощунственным. Единственное, что я могу позволить, ну, это продажу билетов на сеансы. И то по самой низкой цене. Но только, чтобы оправдать доставку новых лент. Старею, старею. Два раза ошибиться в одном и том же человеке. Такого, особенно, раньше не было. Решайте же. В ваших руках будущее синематографа. Окей, мистер Фрост. Считайте, что мы с вами договорились. Можете крутить свои фильмы. Платы с вас я не возьму. Благодарю вас, мистер МакКью. Вы великодушный человек. Билли. 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 Я обо всем договорился. Да, я пришел вовремя. Вода! 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 Где вода? Вода! Я тебя сейчас дам отпустить! А-а-а! А отныне теперь наконец-то, Сейчас и в любую погоду, Вот здесь, а затем повсеместно Все будем жить по-другому. Из гнева и печали, На благо всей земли, Как мы давно мечтали, Но так и не смогли. Синева! 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 От тебя мы без ума! Да-да! Да, я вижу, что вы рады, Но боитесь разувериться, Потому что не однажды Попадали вы в просак. А-а-а! А вам, мечтателей, не надо, Да, конечно, разумеется, Но ведь я же не мечтатель, Я же точно знаю как. А-а-а! А отныне теперь наконец-то, Сейчас и в любую погоду, Вот здесь, а затем повсеместно Все будем жить по-другому. Без гнева, без печали, На благо всей земли, Как мы давно мечтали, Но так и не смогли. Как мы давно мечтали, Но так и не смогли. Синева! 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 От тебя мы без ума! Еще раз! Синева! 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 Доброе утро! Для кого доброе? А для кого может быть и последнее, сэр? Я бы хотел заказать у вас нечто, Похоже на большой ящик. Это называется гробом, сэр. Я бы скорее назвал это колыбелью новой жизни. О, вы философ. Что кончали? Гарвард, высшие курсы Вашингтоне, А, впрочем, что я говорю. Где сейчас в нашей стране готовят философов? Вы заканчивали университет? Увы. Наивный юноша приехал сюда С грандиозными помыслами. Преобразовать мир, Спасти страну от гибели, ну. И где же его помыслы? Ну, впрочем, вернемся к делу. Вам размеры уже известны? Да, 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 да. Покажите. Будьте любезны. В центре я попросил бы вас прорезать мне окошечко. Угу. Это, наверное, призабавно. Из того мира взглянуть на этот. А вот с обратной стороны дверь, чтобы можно было войти и, когда надо, выйти. Первый раз вижу, что покойники готовили к такой активной, загробной жизни. Ну, вот вам мои размеры. Куда доставить заказ? К салону Гарри. Задаток. Угу. Ну, я вас не тороплю. Меня интересует качество. Привет, малыш. Ой, какой хорошенький. И мне нравится. Пошел вон, отец мой. Ты еще пожалеешь, дочь моя. Доброе утро, пастор. Доброе утро, сын мой. Простите, я думаю, что здесь живет мисс Диана Литвы. Ох, извините, мистер Фёст, я не думала, что это вы. Разве у такой очаровательной девушки могут быть... У такой девушки могут быть враги? Если бы поклонники, черт их побери. Заходите, мистер Фёст. Если бы вы знали, как в наше время трудно оставаться порядочной девушкой. Ну, особенно, если эта девушка так прекрасна, как вы. Цветы мне? Тысяча чертей. Мисс Диана, что с вами? О, Джонни, ты первый человек в моей жизни, который подарил мне цветы. Теперь мое сердце навек принадлежит вам. Ага. Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот финал. Прощай, моя любовь, судьба разлучает нас, но в моем сердце ты будешь жить вечно. Черт побери, живут же люди, влюбляются, ходят в театры, в библии, в библиотеке. А как они ведут себя? Простите, пожалуйста. А вот ты, Хью, в своей жизни хоть раз произносил слово, пожалуйста? Да заткнись ты, ради бога, без тебя тошно. А-а-а, а тот бы, джентльмен, сказал, заткнись, пожалуйста, Хью. Джентльмены, ведь ни для кого не секрет, что вы все хоть раз объяснились мне в любви. я уже не говорю о словах, которые вы при этом использовали. Но хоть кто-нибудь из вас, хоть раз, мог бы стать передо мной на колени. Ты права, биби. Лично меня только хватало на то, чтобы шлепнуть тебя позаду. Да что там говорить. Все мы дерьмо и плаваем в дерьме. Дается мне, Билли Кинг. Ты хочешь обидеть нас? Возьми мой кольт, Мартин. И пристрели меня, если я не прав. Я просто думаю, дерьмо это не то слово, которое следует употреблять в порядочной компании. Согласен. Извините меня, джентльмены. Пожалуйста. Гарри, что с тобой, Гарри? Прощай, моя любовь! Судьба разлучает нас! В моем сердце ты будешь жить вечно, я не могу! Вот это искусство! Вот ради эту стоит жить! После такого многое хочется сделать! Сама не понимаю, что со мною Все как бы и во сне, и наяву, и сердце бьется такое, другое, Я словно заново живу. Волшебный луч в кромешной тьме Спасибо тебе, спасибо тебе, Спасибо тебе, спасибо! Ты словно ключ к моей тюрьме Спасибо тебе, Мой ясный луч, Ты светишь мне Мой ясный луч, Совсем не жгуч, Но я в огне Ты светишь во тьме За это тебе Спасибо! Спасибо тебе! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прошу Это что такое? Вода Что? Ты сказал, что умираешь от жажды, я дал тебе воду Ах ты скунс, вонючий, я целый месяц сорчу на своем ранчо без капли виски, а ты подсовываешь мне воду? Ублюдок несчастный! Койот! И сын койота! И ты? Денли, так ты у меня спрашивал воду или... Виски, черт побери! Виски! Когда я спрашивал тебя что-нибудь другое! Давай! Давай, Денли, давай! Джентльмены! Моя лошадь занимала очередь с утра! Забили был я! Это нонсенс, Юберт! Забили был я! За мной Мартин! А вас мы вообще не видели! Джентльмены! Занимайте очередь в кассу! Прошу! А мне, а мне надо... А мне терапевтист! Денли, клянусь честью, я разорен! Плачу! Два раза в день! Первый раз вечером, когда смотрю фильмы! Второй раз утром, когда подсчитываю убытки! Да! Мистер, куда ставить? Как всегда! Привет, Денли! Что это ты привез? Ну? Мистер, а можно одну контрамарочку? На сеанс? Видишь, Денли, доллар уже не ценится! Гарри! Неужели дошло до того, что... Барри пьет это телячье пайло! Мистер Паркер, прошу вас, прошу вас! Бобби, ну не дает мне Майонтеги денег! Ты снимай! Она говорит, если приходишь домой трезвый и без синяков, значит, был не в салоне, а у девок! Я тебя прошу, ну вот смотри, еле вырвался! Прошу вас, нет! Мистер Бобби, ну в последний раз! Мистер Томпсон, я пропускаю вас в кредит уже вторую неделю! Освободите проход! Так, хорошо! Тогда я пристрелю вас! Стреляйте! Но на мое место придет другой! Извините, джентльмен, за беспокойство. Позвольте пройти. Пожалуйста! Вот и так любезно! Третий выстрел! Мистер Джонсон, не задерживайтесь! На, подавись, кровосос! Прошу вас, сэр! Томпсон, что за манера входить в зал после третьего выстрела? Мартин, если можешь, поставьте фонарь. Я тебе даже прошу, очень нужно. Это для моей старухи. Да вы с ума сошли! Томпсон, как я могу ударить человека? Кого вы меня принимаете? А вот за что я люблю ковбоя! Так это за то, что есть у него, и есть у меня! У меня все есть! И имел в виду я ваш синематограф. Молоконик. И молоконик теперь пьют. Отдохну. Стой! Раньше танцевали на соблазнах, И ножки поднимали без спина. Теперь мы пляшем скромнее гораздо, Волшебный луч в кромешной тьме. Спасибо тебе! Спасибо тебе! Спасибо! Ты словно в ручь моей тьме, Спасибо тебе! Спасибо тебе! Спасибо! Спасибо! Ясный луч! Ты светишь мне! Совсем не жгучно я в огне, Ты светишь во тьме, За это тебе спасибо! Спасибо тебе! Какая прекрасная рука! Она словно создана, Чтобы крутить ручку проектора. Твой синематограф, Это целый мир. Ты открыл мне удивительное, волшебное окно. Которое я закрою. Господин пастор, Синематограф это Лекарство Для страждущих. И опиум для народа. Я прошу прекратить в моем присутствии. А вот за что я! Люблю кого боя! Это... А где? Вы что-то сказали? Значит, вам нечего сказать. У настоящего мужчины Есть всегда что сказать. О! Если он настоящий мужчина. Ваш пифштекс, мистер Кинг. Благодарю вас, сэр. Мистер Кинг. Гарри! Я слушаю тебя, Билли! Да я благодарен вам, сэр, что вы мне напомнили, что это был мой бифт. Ну, ты что-то хотел сказать? Я хотел сказать, Гарри, что пора подавать к ужину вилки. Не пристало джентльмену есть с ножа. Простите, сэр, но я позволю себе заметить, что вы находитесь в месте, где демонстрируется фильм. У нас не принято распивать спиртные напитки, а тем более приносить их с собой. Да пошел ты к черту со своей фильмой! Этот дерьмовый синематограф превратил вас в трусливых мулов! Я не ослышался, сэр, вы сказали, дерьмовый синематограф. Да, да, дерьмовый синематограф и трусливые мулы! Мулов, я вам прощаю, но только, Мулов, не будете ли вы столь любезны оказать мне одну услугу? Наконец-то! Не здесь. Мне не хотелось бы осквернять это место. Он не любил синематографа. Я отравлен синематографом. Фильмы заменили мне все. Я иногда с ужасом чувствую, что они мне становятся дороже денег. Советы прошу, отец мой совет. Я разрываюсь нагло. Сын мой, внимай к голосу сердца своего, ибо Господь говорит с тобой через него. Отец мой, тогда я просто разорюсь. Сын мой, слушайся голоса разума своего, ибо Господь наградил тебя им, чтобы ты мог услышать его. Что значит, прогнать Хоста? А синематограф? Неужели я больше никогда его не увижу? Неужели ты думаешь, что за твоих жалкие десять долларов Господь будет терпеть твои колебания? Простись. И конечно мне дорого где-то, то на что эта шляпа надета. Вот жених для тебя хороший. Так он же старый. Ну ты же не варить его собираешься. Джонни, я хочу, чтобы у нас был бэби. Сегодня, сейчас. Сейчас? Но это невозможно, моя дорогая. Всему свое время надо сначала пожениться. Ты меня обманываешь, Джонни? Ты не хочешь бэби? В твоих фильмах люди целуются, а через минуту у них появляется бэби. Мы с тобой столько уже целовались. Видишь ли, Диана, как тебе это объяснить? Это называется монтаж. Ну, люди сначала целуются. Потом проходит время, ну это может быть месяц, может быть год. Потом они женятся, проходит еще время, и у них появляется бэби. Так вот, в синематографе все это время выбрасывают. Делают монтаж. Поцелуй, свадьба и бэби. Бэби. О, Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя, сделай монтаж. Тиана. Джонни. Камаки! Бэби. А где Тиха, где она? Фёрст! Камаки! Ставь! Держи! Джонсон, за мной! Гарри, пулеметный балкон! Команчи вышли на тропу войны! Потрудимся, джентльмены. За фостка я на смерть пойду! Пеппи, то, что мы сейчас с тобой увидим, так лучше мы с тобой не видели. Пеппи, то, что мы с тобой увидим. Пеппи! Паппи! 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 КОНЕЦ 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 Чёртова баба! Тебе на крышка! Хью! Как можно так отзываться о даме? Сейчас я её шлёпну. И поднимается рука на женщин. Багараса! Багараса! Дядьмены! Я пас! У меня кончились патроны. И у меня. Стави! Стави! Нету. Всё. Я не вижу среди вас женщины, бледнолицей, с волосами подобно утренней заре. Среди нас не было женщины? Ложь. Не к лицу воину. Эх, хотя бы один патрон. Уж я бы не промахнулся в эту раскрашенную обезьяну. Я прощаю бледно лицу моего слова. Он мог не слышать о сэре Чарльзе Дарвине и не знать, что обезьяна наш общий предок. Ты сидишь в этой будке. О, мой вождь! Это она! Она! Я видел её прошлой луной. Если он дотронется до неё пальцем, я перегрызу ему глотку. Я буду участвовать. Два билета на дневной сеанс для меня и моей скво. Ты убил Фёста и ещё издеваешься над нами. Женщина, не смей прикасаться к моему мужу. Хотел бы я знать, что за штуку они сюда тащат. Похоже на гильотину. После сэра Чарльза Дарвина я от них могу ожидать электрического стула. Живой! 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 Укачала. Живой! Живой! Любимый мой! Ты невредим! Я не верю глазам своих. Успокойся, моя дорогая. Индейцы просто пригласили меня в гости. Они попросили меня организовать для них внеочередной сеанс. Диана. Джонни. Билли, заряжай. Проходите. Я прошу вас. Нет, 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 нет. Я никогда не сяду в один ряд с индейцами. Мистер Эдвуд, синематограф не знает границ и рас. Перед экраном все равны. Джонни, ты святой. Сегодня вход бесплатный. Святой. Ну куда же вы? Пап, а я? Мал еще. Да, Мал. Как на тропу войны, так не мал. А как на фильму. Стыдись, белая перо. Ты еще не отпраздновал свою шестнадцатую весну. Это мое место. Это мое место. Уйди уже. Уйди уже. Тихо, снимите эту штучку, мне ничего не видно. Еще раз. Дернешься, пристрелю. Понял? Гарри, ты проси меня совета. Так вот, немедленно прогони Фесто, иначе он разорил тебя. Прогони. Прогони. Стоп! Стоп! Остановите! Прократите! В чем дело, мистер Маккинел? Ну, дайте посмотреть. Гарри, объясни нормально, что ты хочешь? Я не позваю, вы не имеете права. Все смотрят, как люди, один я, как... Мало того, что я несу убытки, так и посмотреть толком не дают. Подождите, Джет. Джет. Гарри просто хочет сказать, что он отказывает мистеру Фесту в аренде помещения. Вот и все. Ведь так, Гарри. Да! Да, да, да! Джентльмены! Спокойно! Я попробую его уговорить. Гарри, на два слова. Билли, о чем нам с тобой говорить? О, бледнолицый брат мой! Скажи, не собирается ли синематограф обратиться к жизни Каманчи? У меня есть потрясающий сюжет. Да, да, потрясающий. Гарри, Джентльмены, у вас совсем плохо с чувством юмора. Это шутка была. Мистер Фест, прошу вас, проживайте. Я видел это, и разум мой был помрачен. Не под покровом ночи, не за глухими стенами и заборами, а с белой простыней. Сердь человеческая даровала мужчине свой поцелуй. Исчадие разврата и порока. Вот что такое синематограф. Поэтому я и говорю вам, если дорог вам ваш дом, идите и прогоните этого богомерзкого искусителя. Спешите, женщины, спешите! Сдается мне, это похуже нападение индейцев. Желаю, надо идти его спасать. Женщина тоже, зритель! Я думаю так, если женщина что-то просит, то ей надо непременно дать. Иначе она возьмет с ума. Билли, заряжай! Окей, Джонни! Садим, Синьму! Садим, Синьму! Садим, Синьму! Садим, Синьму! Садим! Я убью его. Искусство нельзя уничтожить. Заряжай. Гарри. На два слова, Гарри. Ты знаешь, мне хорошо и здесь. Но, Гарри, ты же не собираешься просидеть весь сеанс под стойкой? Билли, сеанса не будет. Будет, Гарри, будет. Искусство не горит. Да? Да. Правда? Ну. Ты знаешь, я так рад. Билли, я просто счастлив. Ты же знаешь, как я люблю синематограф. Я это уже все знаю. Иди, говорим о том, как ты его любишь. Я надеюсь, этот разговор ты заплёшь надолго, мой хороший. Ручка, пусть и больно. Ручка, пусть и больно. Ручка, пусть и больно. Не висит с подарами. Господи. Сидите, сидите. Ручка, пусть и больно. Продолжение следует... 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 Так вот, я остался без работы, так как люди не хотят расставаться с жизнью. И однажды меня посетила великолепная идея. А почему бы нам не организовать в нашем городе печатное издание? Оно могло бы называться, ну, скажем, синема, и занималось бы исключительно вопросами синематографа. Что в нем хорошо, но и главное, что в нем плохо. Я просмотрел почти все ленты. Ну, и у меня в голове родились кое-какие мыслишки. Я думаю, они могут оказаться небезынтересными для всего народа. Как вы относитесь к моей идее, мистер Ферст? Ну, я думаю, что если философ мог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком? Быстрее, Кончита. Диана, мой хороший, мой любимый. Здравствуй. Ну, не сердись. Прости меня. Скорее, Диана, скорее. Кончита, ножницы. Потерпи. Все докладите. Мисс Диана, а вдруг вы не успеете закончить? Должна успеть. Иначе я не переживу позора. Вы это не верите. Не трогай. Девушка, которая не уберегла для своего будущего мужа, самое дорогое, что есть у нее, заслуживает смерти. Билли, последний раз показываю. А больше нету. Все. Велушка. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Абсолютно. Субтитры создавал DimaTorzok Ой, нет, только не это. Лучше смерть. Искусство, Кончита, требует жертв. А мы сделали новый экран. Занимайте места, джентльмены. Раба любви. Зачем ты искал меня? Гарри МакКью. Джек, что ты можешь сделать за деньги? За деньги? Я могу сделать все. Здесь тысяча долларов, Джек. Мне нужна жизнь человека по имени Ферст. Прошу прощения, мисс. Сэр, там вас спрашивает какая-то бабушка. Меня? Да, вас. Она боится перейти улицу. И говорит, что помочь можете ей только вы. Любимая, я сейчас вернусь. Билли, заряжай. Ну, где же ваша бабушка? Прошу. Добрый вечер. Позвольте предложить вам помощь, мисс. Вот и пересеклись наши дороги, сэр. Но, признаться, я не очень-то рад. Да, да, я узнал вас, бабушка. Я вам еще предлагал место в истории. Вам непременно надо побывать на наших сеансах. Я приглашаю вас в сенима. Я здесь. Шли бы вы, бабуся. Через улицу в другом месте. Джонни. Потерпи, дружище. Терпи, дружище. Джонни. 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 Ой, моя. Не умирай. Не умирай. Господи, если можно было начать жизни сначала. Джонни. Как мне спасти тебя? Спасти его теперь может. Только чудо. Нет. Далека дорога твоя. Подождите, пастор. Джонни. Ну, подожди. Джонни. Скажи нам свою последнюю просьбу. Нет. Клянусь. Мы ее выполним. Льемся. 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 Билли. Заряжай. Льемся. 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 Билли. Гений! Джонни, может, я все-таки поеду с тобой? Не волнуйся, дружище, ничего плохого со мной не случится. Я надеюсь, он уезжает ненадолго. Я не могу себе представить ни дня без синематографа. Мистер Фёст уезжает всего на три дня за подарками к свадебе. А когда у них свадьба? В воскресенье. А это правда, что пастор отказывается венчать их? Правда-правда. Отказывался, но бери удалось уговорить его. Я представляю себе, как он его уговаривал! Сима, 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 от тебя мы без ума. Уйди, Сима, Сима, от тебя мы без ума. Кого провожаете? О, это великий человек. Чем же он велик? Он первый познакомил нас с синематографом. В таком случае я второй. Меня зовут Секонд. Вы владелец этого салуна, не так ли? Да. У меня к вам небольшое дельце. Побесни, побесни! Прекрасно! Класс! Откручивает голову. Сейчас должна хрустнуть черепная коробка. Откручивает голову. Сейчас должна хрустнуть черепная коробка. Ах, какая большая, жирная, вкусная рука! А теперь пальчик, а ухо! Энди, Энди, ты забыл второе ухо? О, прекрасно, парни, это есть настоящая жизнь! Сейчас, смотрите, он ему, ногой, ногой! Как вы могли, как вы могли смотреть эту гадость? Гадость, гадость, мы с этой жуткой гадость! Если вы узнали, как я тоскую по вашим фильмам, мистер Ферст, они ведь и в самом деле могли сделать меня человеком! Ну, только истинно, мистер Ферст заключает в том, что в нашей стране только деньги могут сделать джентльмены человеком, а фильмы мистер Секинда приносят мне деньги! Мистер МакКью, я всегда подозревал, что бизнесмен убьет у вас зрителя, но ты, Билли, ну неужели тебе это могло понравиться? Да я вообще только одним глазком! Парни, кончайте эти сопли! Вас ждет вторая серия! Где мой бифштекс? Пропустите у меня срочное дело! Блядь, Диана! С вами все в порядке, мистер Ферст? А где Диана? Вверху, с пастором! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Белый снег Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мистер Ферст Моя жизнь в ваших руках Но прежде чем спустить курок Знаете, что преданнее человека вам не найти От Мексики до Канады Я знал много счастья Я испытал любовь женщин Я познал власть денег, но все это пыль По сравнению с этим Этому Богу я посвящу всю свою жизнь Если вы, конечно, захотите Оставить мне ее Ни слова больше Мистер Ферст Отныне и навсегда Мой кольт и мои кулаки К вашим услугам Но прежде чем мы отправимся отсюда с вами Я должен отомстить Мистеру Секонду Он осквернил имя Синематографа Он сеет зерна ненависти в души зрителей Он должен умереть Не надо, Джек Каждому свое Будущее нас рассудит В дорогу Наш зритель ждет нас Как следует смажь оба кольта Винчестер как следует смажь И трогай в дорогу поскольку Сбрела тебе в голову блаш Поехали Ладно, чего там А там хоть верхом, хоть пешком Клянусь кровожадным койотам Мы все же к чему-то придем Что будет, то будет Была, не была Что будет, то будет Такие дела Механик, крути киноленту Дежурные лампы душей Вноси свою светлую лепту В суровые будни душей Свети нам лучом из окошка И сам вместе с нами поверь Что эту равнину возможно Поехали почти без потерь Что будет, то будет Была, не была Что будет, то будет Такие дела Что будет, то будет Была, не была Что будет, то, будет, такие дела Что будет, то, будет, была и была Что будет, то, будет, такие дела Что будет, то, будет, была и была Что будет, то будет, так и мило Что будет, то будет, мило не мило Что будет, то будет, так и мило